Ушинский народный педагог 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Соответствующий указ 27 июня подписал президент России. Год педагога и наставника проводится с целью признания особого статуса представителей профессии. 2023 год не только объявлен годом педагога и наставника, мы также отмечаем 200-летие основоположника научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского. Константин Дмитриевич Ушинский – русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России. Он приложил немало сил, разработав полноценную педагогическую систему. В краткой биографии Ушинского оказалось место не только для фундаментальных научных трудов, но и для детских рассказов и сказок. Константин Ушинский родился 19 февраля 1823 года в Туле в семье офицера Дмитрия Григорьевича Ушинского, участника Отечественной войны 1812 года. Первым учителем Ушинского была его мать, Любовь Степановна, которая дала сыну прекрасное образование, позволившее ему поступить сразу в третий класс Новгород-Северской гимназии. Мать мальчика умерла, когда ему исполнилось 12 лет. Однако она успела дать сыну хорошее домашнее образование и привить любовь к наукам. В 1840 году Ушинский, закончив гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета, где преподавали блестящие преподаватели своего времени. Четыре года спустя Константин Ушинский стал кандидатом юриспруденции, однако решил остаться в университете для подготовки к профессорскому званию. Помимо юриспруденции и философии, юноша интересовался театром и литературой. Его искренне волновали проблемы народного образования. В 1846 году Ушинский приступил к работе в Ярославском Демидовском лицее. Однако молодой преподаватель с либеральными взглядами на учебный процесс не смог найти общий язык с руководителем лицея и был вынужден уйти с должности. В течение последующих полутора лет, что Ушинский искал себе новое место, он зарабатывал на жизнь переводами иностранных статей. Вскоре он переехал в Петербург, где устроился мелким чиновником. В 1854 году Ушинский поступил на службу в Гатчинский сиротский институт, где преподавал русскую словесность, а спустя время был назначен инспектором классов. Именно в тот период Константин Дмитриевич стал писать статьи на педагогическую тематику. Его первая работа о пользе педагогической литературы имела большой успех. И благодаря ей Ушинский стал постоянно сотрудничать с такими изданиями, как «Журнал для воспитания», «Библиотека для чтения», «Современник». В 1859 году Константин Ушинский был приглашен на должность инспектора классов в Смольный институт. Он сразу с большим энтузиазмом принялся заниматься нововведениями, ввел практику проведения педагогических совещаний, создал класс для подготовки будущих воспитанниц, но самое главное – искоренил разделение учениц на мещан и благородных. Вот только подобное новаторство далеко не всем пришлось по душе. Начальница Смольного института обвинила Ушинского в вольнодумстве, в результате чего он был вынужден покинуть институт и отправился изучать школьное дело за границу. Константин Дмитриевич побывал во многих странах – Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии – и везде записывал свои наблюдения. Собрав приличный материал, он написал книги «Детский мир» и «Родное слово», а также «Руководство для учителей и родителей». Вернувшись в Россию после длительного путешествия, Ушинский принялся работать над своей главной книгой «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Он успел написать два тома, а третий так и остался незаконченным. В биографии Ушинского было место и общественной деятельности, к которой педагог пристрастился на склоне лет. Он принял участие в учительском съезде в Крыму, побывал в учебных заведениях Симферополя, охотно общался с учителями и учащимися. Кроме того, Константин Дмитриевич продолжал много писать. Среди его последних работ – статьи о воскресных школах, о школах для детей-ремесленников. После трагической гибели старшего сына Ушинский решил переехать жить с семьей в Киев. Но прежде ему необходимо было отправиться на лечение в Крым. По дороге Константин Дмитриевич сильно простудился и умер 2 января 1871 года в Одессе. Ушинский внес огромный вклад в развитие педагогической деятельности в России и после смерти его именем были названы многие учебные заведения в стране. Константин Дмитриевич полагал, что с раннего возраста надо знакомить детей с народной культурой, произведениями устного народного творчества. Большую роль в педагогической системе Ушинского играла естественная история. Писатель полагал, что логика природы есть самая доступная и самая полезная логика для детей. Именно поэтому Ушинский – автор многочисленных коротких рассказов про времена года, про животных, про растения, про деревья, про человека. Эти произведения систематизируют и дополняют уже имеющиеся знания ребенка о мире. Произведения Ушинского о детях, например, «Четыре желания», «Вместе тесно, а врозь скучно», «Трусливый Ваня» отличаются тонкой психологичностью и на простых примерах преподают детям уроки жизни. Автор тактично подсказывает, от чего в себе надо избавиться, какие недостатки в характере могут мешать в дальнейшем. Писатель обрабатывал для детей народные сказки. Он надавал им предпочтение даже перед хорошо написанными литературным произведениям. Он высоко ценил поэтический мир народного творчества, считал сказку лучшим средством для понимания народной жизни. Помните сказку «Мужик и медведь», в которой хитрый мужик уговорил медведя, что ему лучше брать вершки от репы, а от пшеницы корешки. И вот с тех пор у медведя с мужиком и дружба врозь. Эта сказка обработана Ушинским. Интересны для детей будут рассказы «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень». Они дают представление о смене времен года. Простые понятия, ясный язык, спокойная интонация. Все располагает маленького читателя к восприятию информации, заключенной в этих рассказах. А вот такие рассказы Ушинского, как «Играющие собаки», «Два козлика», «Лошадь и осел» по существу представляют собой басни. Согласно басенной традиции, автор завершает их полезными советами, которые будут интересны детям. Недаром они вошли в единый раздел басни и рассказы в прозе. Сказками и рассказами Ушинского для детей до сих пор зачитываются миллионы. Их актуальность не умаляется со временем, а их назидательный смысл помогает юношам и девушкам понять, как нужно поступать, а как поступать не следует.